топ-5 ужастиков 2021 года пятое место клаустрофобы 2 лига выживших очередной фильм адама рабителя является продолжением психологического триллера клаустрофобы который стал абсолютным кассовым хитом и успел навести немало ужаса на зрителей по всему миру напомним что в первой картине шестеро незнакомцев получили таинственные черные ящики с приглашением принять участие в иммерсивном квесте и выиграть круглую сумму запертые в нескольких комнатах с экстремальными условиями участники открывали секреты квеста и постепенно понимали что оказались тут совсем не случайно а сражаться им нужно не только за главный приз но и возможность выйти из ловушки живыми все закончилось подготовкой к предстоящему продолжению когда главные герои зои бен отправились в нью-йорк чтобы расследовать деятельность таинственных сил стоящих за смертельным квестом было ясно что мастер головоломок не закончил с ними поэтому продолжение истории начнется прямо с того места где финишировал первый фильм во второй части шесть человек снова окажутся запертыми в огромной ловушке загадки они будут стараться пройти все испытания до тех пор пока не начнут осознавать что возможно они все уже пытались пройти квест раньше поскольку организация минус создает новую игру в которой показатель выживаемости составляет всего четыре процента зои бена на этот раз снова ожидает разрушительное и опасное путешествие так как загадочная фигура стоящая за всем этим явно хочет смерти обоих персонажей выжившим нельзя позволить уйти во второй раз ведь они теперь знают слишком много кассовые сборы первого фильма клаустрофобы который вышел в 2019 году составили более 150 миллионов долларов при бюджете в 9 миллионов исполнители главных ролей в предыдущем фильме актеры логан миллер и тейлор руссел повторят свои роли в секвеле феврале 2019 года менее чем через два месяца после премьеры первого фильма и его абсолютного успеха в прокате стало известно что создатели клаустрофобов уже готовы снимать продолжение картины режиссерское кресло секвела снова занял адам робитель а сценаристом выступил брегиев шут продюсером фильма выступил нил х морец режиссер адам робитель признавался что одна из главных проблем производственной команды при разработке фильма заключалась в том что не получалось решить как построить абсолютно новые квест комнаты таким образом чтобы они не были похожи на предыдущие и оказались даже лучше чем в первой части робитель специально в одной из последних сцен первой картины показал квест комнату которая внешне отдаленно напоминала самолет это было отсылка на будущее чтобы у режиссера была зацепка как развить в секвеле идею о том что организация минус которая стоит за всеми ловушками на самом деле куда более масштабная и могущественная премьера фильма изначально должна была состояться в апреле 2020 года однако из-за пандемии дата релиза несколько раз сдвигалась на неопределенный срок в итоге выход картины сначала был назначен на 2022 год но позднее было принято решение переместить ее на июль 2021 года четвертое место судная ночь навсегда пятая часть популярной психологической франшизы от режиссера джеймса демонака для того чтобы к концу года снизить уровень преступности до одного процента власти америки идут на крайние меры они решают на практике проверить социологическую теорию согласно которой человек может выражать агрессию в течение одной ночи так появилось явление под названием судная ночь один раз в год с девятнадцати часов до семи часов вся преступная деятельность включая убийство становится абсолютно законной а правоохранительные органы и больницы прекращают свою работу когда насилие одних встречает гнев у других зараза вырывается из границ одного города испытаний и распространяется по всей стране данное событие впоследствии получит название чистка во время чистки тысячи американцев будут иметь возможность свести счеты со своими врагами и просто выпустить пар с 2013 года франшиза судная ночь стала неизменным элементом поп-культуры из-за своей концептуальной идеи о легализации преступлений на 12 часов фильмы казалось бы изображают человечество не в лучшем свете ведь по предположениям сценаристов единственное что мешает нам убивать друг друга социальные границы но эта идея стала отправной точкой для рассказа о классовой борьбе и неравенстве на протяжении нескольких лет создатели продолжали радовать поклонников подобного жанра а части одной истории развивались любопытным образом пятая часть картины станет заключительной во франшизе судная ночь 5 продолжит поднимать темы присущие всем эпизодом антиутопического триллера но в отличие от предыдущих фильмов картина оставит городское пространство и переместиться в сельскую местность основные съемки проходили в калифорнии в центре города помоны там съемочная группа сконструировала вымышленные предприятия для фильма также некоторые сцены снимались в канадской провинции онтария джеймс демонако создатель франшизы судная ночь еще в октябре 2018 года сказал что собирается написать финал своей истории режиссером заключительной части стала верарда валерия гоут сериалы сквозь снег марс а сценарием занялся сам джеймс демонако демонако сам режиссировал только три первые части франшизы но он лично написал сценарий для каждого фильма первоначально премьера в сша была запланирована на 10 июля 2020 года однако выпуск фильма был отложен из-за пандемии ковид-19 музыкальное сопровождение картине написала группа за ньютон брасерес за прошедшие годы франшиза судная ночь смогла привлечь действительно талантливых актеров итана хаука лину хиди майкла кеннета уильямса фрэнка грилла и марису томи однако судная ночь 5 отличается от предыдущих частей и не включает подобного звездного состава похоже что создатели фильма решили сформировать каст новой картины в большей степени из новичков наиболее известными актерами являются джордж лукас игра по чужим правилам ливан рамбин голодные игры уилл паттон угнать за 60 секунд третье место злой сюжет очередного фильма ужасов от режиссера джеймса ванна разворачивается вокруг девушки которую зовут мэдисон однажды она начинает видеть странные сны которые больше похожи на кошмарные видения они ужасно реалистичны и в каждом таком сне всегда происходит одно и то же она видит зверскую сцену убийства которая совершает некто по имени гэбриэл все становится намного сложнее когда мэдисон видит по новостям место преступления которые она уже посещала у себя во сне она не знает что это за человек но она уверена в одном она видела как его убили ей начинает казаться что она когда-то знала гэбриэл а хоть и не помнит кто он и откуда в попытке разобраться с ужасными видениями она отправляется к своей приемной матери которая может подсказать был ли подобный человек в ее жизни мать признается мэдисон что в детстве она действительно вела себя странно возможно до того как она попала в приемную семью в жизни мэдисон случилось что-то страшное что она постаралась забыть в доказательство приемная мать показывает ей видеозапись со дня рождения где мэдисон разговаривает с вымышленным другом по имени гэбриэл однако тогда никто не придал этому значения убийств и видений становится все больше и с каждым разом они становятся все более изощренными и жестокими парализованная шокирующими видениями ужасных убийств мэдисон вскоре обнаруживает что эти сны на самом деле являются ужасающей реальностью возможно что приемная мать чего-то не договаривает о ее прошлом и кем бы не являлся гэбриэл из ее детства он вернулся режиссером картины является джеймс ван известный благодаря таким франшизам как пила заклятие астрал и аквамен ван написал сценарий к фильму в соавторстве сакеллой купер американская история ужасов сотня ведьмы и стенда и ингрид бису для которой это первый опыт работы в качестве сценариста бису известна благодаря своим актерским проектом проклятие монахини тони эргман заклятие 3 по воле дьявола актрисе также досталась роль в фильме злой фильме снялись актеры аннабель уоллес меч короля артура мэдди хассон социа жаклин маккензи на последнем берегу джон ли броди форсаж 7 и другие ингрид бису является супругой режиссера джеймса ванна они оба выступили продюсерами данного фильма изначально планировалось что кинолента выйдет в сша 14 августа 2020 года но из-за пандемии ковид 19 фильм был исключен из графика выпуска в марте 2020 года в рамках своих планов на фильмы 2021 года warner bros также будет транслировать данную картину одновременно на сервисе hbo max в течение одного месяца 24 октября 2019 года джеймс ванн уточнил что фильм не основан на его графическом романе злокачественный человек режиссер заявил что данный проект является оригинальным триллером не имеющим первоисточника а название хоррор проекта джеймса ванна стало известно 24 сентября 2019 года второе место хэллоуин убивает во второй части новой трилогии популярной серии хорроров продолжается захватывающая история о майкле майерси и лори страут фильм является продолжением невероятно успешного хэллоуина 2018 года который отказался от существующего канона и стал непосредственным продолжением киноленты 1978 года многие увидели в картине начала новой продолжительной франшизы ужасов после чего было объявлено сразу о двух предстоящих секвелах история хэллоуина постоянно перестраивалась если обычно у фильмов есть прямые секвелы и приквелы то действие многих картин принадлежащих вселенной хэллоуина разворачивалась за пределами оригинального фильма данная трилогия делает попытку переосмысления франшизы игнорируя 9 других частей первая часть современных фильмов начинается спустя 40 лет после трагических событий в хэддонфилде хладнокровный убийца сбегает из психиатрической лечебницы чтобы провести финальную битву с лори страут которая в свою очередь была готова к возвращению жестокого майерса в продолжении истории зло снова настигает жителей города и безжалостный преступник выходит на свою хэллоуиновскую охоту остановить его смогут лишь те кто уже имел с ним дело в далеком прошлом лори страут со своими союзниками пытается избавиться от маньяка и обезопасить родной город кажется героиня со своей дочерью и внучкой наконец смогли устроить майклу западню однако их планам приходит конец а им самим снова нужно будет биться за собственную жизнь ведь настоящий хэллоуин еще только начинается премьера фильма должна была состояться осенью 2020 года но из-за пандемии ковид-19 была перенесена на следующий год еще в 2019 году появилась официальная информация о разработке сразу двух секвелов хэллоуина 2018 года вторая и третья части были названы следующим образом хэллоуин убивает и хэллоуин заканчивается помимо актеров из предыдущей части в фильме появляются персонажи из оригинальной картины 1978 года энтони майкл холл изображает томми дойла и кайл ричардс снова воплощает роль линдси уолис которую она играла еще в 1978 году также роберт лангстрит сыграет на экране героя который издевался над томми в ленте 1978 года том адкинс которого можно увидеть в хэллоуине 3 время ведьм проявил интерес к новой картине также в фильме снимется чарльз сайфер из сыгравший шерифа в первых фильмах 1978 и 1981 годов джейми ли кертис шестой раз играет роль лори страут и в этом превосходит дональда плезонса по количеству появлений в серии фильмов хэллоуина перед премьерой картины 2018 года сценарист дэнни макбрайт сказал что изначально они с режиссером хотели представить сразу два фильма но потом было принято решение сначала увидеть реакцию зрителей на первую часть позже продюсер джейсон блум добавил что продолжение будет только при успехе первого фильма первое место заклятие 3 по воле дьявола в третьей части культовой хоррор франшизы джеймса вана заклятие исследователи паранормальных явлений этой лоррейн уоррен встречаются с преступником одержимым демонами в основу сюжета лег реальный суд арно шайенном джонсона 1981 года вызвавший резонанс в сми подозреваемый был привлечен к уголовной ответственности за непредумышленное убийство мужчина несколько раз ударил своего домовладельца алана бона карманным ножом после чего попытался скрыться с места происшествия в кинокартине детально воспроизводятся событиях тех дней в суду по делу джонсона руай рио конор приковано внимание всей америке помимо того что убийство бона ронни джин блевинес оказалось первым за всю историю тихого города брукфилд подсудимый также стал утверждать что совершил преступление по воле дьявола вести расследование поручено легендарным демонологом эду патрик уилсон и лоррейн вера фармига прежде они неоднократно становились свидетелями паранормальной активности в разных уголках сша в частности супруги сражались с духом проклятой монахини и подконтрольной нечисти куклы аннабель но с подобным им не приходилось сталкиваться за всю карьеру присяжные журналисты и прокуроры уверены что одержимость джонсона лишь предлог для смягчения приговора только уоррен и продолжают верить показаниям безумца и начинают поиск улик когда в руках демонологов сомнительной репутации оказываются неопровержимые доказательства существования темной материи над их жизнями нависает смертельная опасность изначально предполагалось что третья часть может быть посвящена случаю ликантропии превращение в волка но в итоге в основу сюжета легла история реальным подсудимом арны джонсон и который заявлял что одержим дьяволом суд по делу об убийстве алана бона стартовал 28 октября 1981 года и сопровождался множеством скандалов в частности к расследованию подключились борцы с нечистью этой лорейну орены известные по резонансному случаю призрака амитивилле выдвигалась теория что джонсон совершил преступление под влиянием темных сил поэтому его следует отпустить на волю присяжные заседали трое суток и признали подозреваемого виновным в непредумышленном убийстве суд штата приговорил арна шайена джонсона к сроку от 10 до 20 лет из которых он очидел всего 5 съемочный процесс начался летом 2019 года а премьера должна была состояться спустя год но из-за пандемии ковид 19 студия warner bros pictures перенесла релиз на 2021 год через месяц после кинотеатра премьеры триквел заклятие выйдет на потоковом сервисе hbo max на момент съемок джулиану хилиарду сыгравшему дэвида гладцеля было всего 8 лет за плечами юного актера участие в сериалах призрак дома на холме и ванда вижен в 2019 году с участием хилиарда также вышел фильм ужасов цвет из иных миров